Всем привет, с вами Priya, и сегодня мы рассмотрим коллекционное издание World of Warcraft Shadowlands. Да, увы, мы его пока что не открываем, но это дело исправимое в тот момент, когда оно выйдет, это дополнение. Я надеюсь, эта коробочка у меня появится, и мы обязательно его с вами вскроем. В текущий момент на презентации, на стриме по различным вопросам и ответам, компания Blizzard демонстрирует нам всякие интересные новые вещицы, связанные с новым дополнением Shadowlands. Да, скоро стартанет бета, да, поговорили о многих интересных нововведениях, но на текущий момент мы рассмотрим прекрасную коробочку, прекрасное содержимое всего этого дополнения, а именно коллекционного издания по этому дополнению. Что нас ждет? Вот она сама по себе коробка, на которой написано World of Warcraft Shadowlands. По бокам видно, что World of Warcraft Collector's Edition и значки ковенантов имеются. По центру коврик самый обычный, ну как самый обычный, конечно же, это коврик, который посвящен дополнению Shadowlands. Он имеет свою ценность. Артбук справа находится. Еще правее, с иконкой деревца, это самый обычный электронный саундтрек. То есть в тот момент, когда, например, я покупал коллекционку третьей Диаблы, там прям диск лежал с всеми этими саундтреками. Но на текущий момент мы имеем лишь ссылку или ключ на то, чтобы в электронном формате слушать все эти саундтреки. Ну и самое, конечно, лучшее, реально, что мне больше всего из этого понравилось, это 4 значка ковенантов. Абсолютно все те ковенанты, которые будут нас ждать на темных землях в дополнении Shadowlands. Это реально круто и замечательно. Далее на скриншотах уже показано все более детальнее. То есть вот она сама по себе, эта коробка. Красочная, кайфовая. Напоминает даже подземье по своим таким разрывам, по каким-то таким кристаллическим рисункам. Но на самом деле это небо над цитаделью ледяной короны. Окей. Тут же боковая часть, значки ковенантов. И да, то, что я уже сказал ранее, World of Warcraft Shadowlands Collector's Edition. Абсолютно на всех коробках имеется надпись о том, что это коллекционное издание. Это классика, это норма. Далее артбук. Также имеются значки ковенантов. То есть вот они, четыре штучки. А черепушка снизу довольно-таки интересная. Окей. Далее уже артбук в открытом виде. То есть абсолютно все страницы пронумерованы. И даже показано, на каких страницах, о каком ковенанте или о какой локации нам рассказано. То есть, например, на 71-й странице нам будет рассказано о Малдраксусе. На 33-й о Бастионе. На 7-м слайде, на 7-й странице будет показан Арибос. Далее коврик. Привычный нам вид. Тот, который мы уже давно видели. Тот, который, скажем так, стал визитной карточкой Shadowlands. Это небо над цитаделью ледяной короны. А именно лицевая, скажем так, часть этого неба. То есть, как вы смотрите на эту цитадель. И там сверху еще шпиль идет. То есть, мягко говоря, такое зазеркалье. Иными словами, скажем так. И самый последний скриншот, самая последняя картинка. Это уже конкретно значки абсолютно всех ковенантов, которые будут нам встречаться. Кири, Вентиры, Ночные Феечки, Ночные Народцы и Некролорды. Как мне кажется, Кирий, значок, выполнен лучше всего. А как они по своему принципу вообще строятся и как эти значки в целом выглядят. То есть, мало ли, может кто-то не в курсе. В тот момент, когда делали коллекционное издание, которое посвящено было 15-летию World of Warcraft, там был значок Аникси. То есть, как он выглядел. Сейчас я его обратно вложу, чтобы придать ему, скажем так, изначальный вид. Секундочку. У меня же все это добро есть. Вы заметьте то, что он держит его на бумажке. То, что все эти четыре значка, они прикреплены. Да, вот бумажечка и вот, получается, голова Аникси. Это значок, посвященный 15-летию World of Warcraft. Тут сзади имеются две такие интересных импочки. Мы их просто-напросто отдергиваем. Раз. И два. И у нас появляются два таких металлических гвоздика, два металлических шпиля. По-моему, это так называется. И, то есть, вот он сам по себе идет брелок. Если мы его куда-то хотим прикрепить, то мы просто-напросто продавливаем ту ткань, которую нам нужно продавить. Я не знаю, видно их. Да, по-моему, видно нормально. То есть, мы продавливаем ткань этими шпилями, этими металлическими палочками и закрываем просто-напросто этими пимпочками. Я, конечно, идеально объясняю, но я думаю, принцип вы прекрасно поняли. И все. И, то есть, у нас этот значок держится там, где нам нужно. На рубашке, на нашей, там, не знаю, сумочке, на рюкзаке. Хоть где, абсолютно. Надо только будет потом на место поставить, а то забуду, потеряю еще. Будет немножко обидно. На самом деле, очень хорошее коллекционное издание. Очень классное и довольно-таки кайфовое. Сама по себе коробка даже. Очень интересно по цветовой гамме. Сейчас я еще разок ее открою. Ну, взгляните. Ну, такие кристаллы, такие прям рисунки хорошие. Мне нравится. Мне сама по себе коробка нравится, реально. Коробка самая классная. И значки ковенантов. Серьезно. Это самое лучшее, что только можно было придумать. Значки ковенантов. Вот играете вы за некролордов, да? Ну, выбрали некролордов себе как ковенант. Взяли, прикрепили значок. И сидите, играете прям под эгидой некролордов. Это же реально круто. Это замечательно. Также, помимо всех этих физических интересных вещей, в коллекционку будет включено максимальное издание Shadowlands. То есть Epic Edition. Вы также получите все награды. И, само собой, если у вас уже куплен Epic Edition, и вы купите коллекционку, и прикрепите ключ коллекционки к своему Battle.net аккаунту, то финансы, которые вы потратили на покупку Epic Edition, будут возвращены вам в кошелек Battle.net. Так всегда было, и это замечательно просто-напросто. Это реально круто. То, что финансы никуда не пропадут. Такие мысли. Я думаю, вам тоже очень сильно понравилась эта коллекционочка. Я очень жду того момента, когда я ее пощупаю, и когда я ее начну открывать на ютубчике. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании и о рейдиках совместных. До скорого!